Квартира холодна, дома разваливаются, контейнерные баки переполнены. Коммунальные службы выполняют свои обязанности, не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Погрязли в мусоре жильцы Барнаульской пятиэтажки на Антона Петрова требуют переноса мусорного контейнера в другое место. Жители других домов в буквальном смысле атаковали чужой бак. Нет, чтобы туда зайти. Нет. Я пошел на остановку, бросил, все пошло на остановку. Утепляемся. Девиз этой зимы. Пожилые люди, дети и другие жители многоквартирных домов замерзают у себя в квартирах. Надеваем по двое носков теплых. Ну, конечно, валенки, сапоги не наденешь и будешь ходить. Тяжело. Знаете, люди могут радоваться совсем простым вещам. Например, тому, когда их мусорные баки наполовину заполнены. Но у жителей дома на Антона Петрова поводов для радости нет. Мусор в их баках растет, как грибы после дождя. И это при том, что его регулярно вывозят. Эта красота у нас каждый день. И за дня в день. Начиная с того времени, как нам 54-й дом убрал общую мусорку. И ЖЭУ, не ЖЭУ, администрация города велела возле каждого дома поставить мусорку. Мусорное поле разрослось посреди барнаульской многоэтажки. Мусорный бак принадлежит жильцам 108-го дома на Антона Петрова. Вот только контейнером пользуются и жители соседних домов. Слишком удобное местоположение. Четыре дома. Все три вот эти вот. Они все носят нам. У них стоят пустые мусорки. А даже водка? Да. У них там пустые, полупустые мусорки. А у нас здесь вот это вот варится кламп. Мы с ними воюем, воюем. А что так вот так? Им удобно здесь ходить. Пошли отсюда, отсюда. Им удобно ходить, и они сюда носят мусор. Оттуда приносят в основном. Хоть у них есть там вот ящики есть. Нет, чтобы туда зайти. Нет. Я пошел на остановку, бросил. Все, пошел на остановку. Дворник уже устал разгребать завалы бытового, строительного и мусора 18+. Завалы вывозит и светстехника. Причем не по мере заполнения, а в ежедневном режиме. Вот только через пару часов бак вновь переполнен. Вы в каком доме проживаете? Это просто мусорка этого дома? Вы в этом проживаете? Нет, он проживает вон здесь. А это три бака по соседству, куда жильцы других домов и должны выбрасывать мусор. Но большинство обходит их стороной. Жители 108-го дома неоднократно обращались в администрацию города с просьбой перенести контейнер в другое место. Если бы наша мусорка здесь стояла, она бы здесь нормально стояла. И не было там этого гадюшника. То есть вы хотите, чтобы здесь стояла четвертая мусорка ваша? Да. Но администрация, по словам жителей, дала им от ворот поворот. Лишь предлагает поставить к ним дополнительные баки. А это дополнительный мусор и дополнительные расходы. Нам предлагают три мусорки поставить возле нашего дома. А если будет три мусорки, мы будем платить за три контейнера, не за один. Чем больше контейнеров, тем больше, соответственно, площадь будет занята отходами, которые там временно находятся. Но между тем, это вряд ли порадует жильцов того многоквартирного дома, который вот так удобно расположен в этой ситуации. Поэтому я думаю, что можно посмотреть на карту совместными усилиями, подумать, куда можно было бы принести, перенести, предложить эти места дислокации, обратиться в комитет, в районную администрацию, предложить эти места. И если они соответствуют нормам, то я не думаю, что там будут препятствия к переносу. В конце концов, если уж там воспротивится администрация, то уже можно это все в административном порядке, либо в судебном попытаться решить. Согласовать местоположение мусорки должен еще и Роспотребнадзор. Если он даст добро, то жители дома на Антона Петрова смогут избавиться от хлама во дворе и спокойно гулять по своей придомовой территории, не вдыхая ароматы бытовых отходов. По Барнаулу ударили 30-40 градусные морозы. Горожане спрятались дома, греются. Вот только жители дома на Юрино согреться не могут. Вот температура в их квартирах опустилась до 12 градусов. Чувствуют греющие вот так вот. Нам некогда греться с ним. То туда залезет, то туда же полезет, то еще залезет. Физкультура у вас? Ага. Физкультура – дело хорошее, но когда ее слишком много – перебор. Но у жителей первого подъезда многоквартирного дома на Юрино выбора нет. Пожилым людям, детям приходится согреваться нон-стопом. Температура в квартирах уже две недели опускается до 12 градусов. Все время одеты, одеваемся. Мы не будем больше, чтобы носочки тоненькие одеть и ходить. Надеваем по двое носков теплых. Ну, конечно, валенки и сапоги не наденешь, не будешь ходить. Тяжело. Вот. Тяжело. И спать тяжело. Окутайся. Разженешься. Закашивай. Теплые носки, свитера, руки у плиты – так и выживают жильцы в доме на Юрино. Наша съемочная группа, к слову, даже не стала раздеваться. Уж слишком зябко в квартире. Наоборот, помогла утеплиться малышне. О, тепло? Угу. Ну все, красавчик. А где теплее? В садике или дома было? В садике было теплее. Многоквартирный дом на Юрино обслуживает ЖУ-18. Но наладить бесперебойную подачу тепла организация не может. Зато может разносить квитанции за коммунальные услуги. Мы, в свою очередь, попробовали связаться с ЖУ. Но безрезультатно. Коммунальные эксперты советуют напрямую звонить в администрацию Ленинского района. Дежурному контакты вы видите сейчас на экране. К слову, проблема низких температур в многоквартирных домах сейчас практически повсеместна. Мы продолжим следить за проблемой и будем выяснять, по чьей вине барнаульцы замерзают в собственных квартирах. На этом все. Напоминаю, что у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить. Звоните в редакцию телеканала ТОЛК, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok